Ассаляму алейкум, арахмату ла баракату, с вами Ум Малик и сегодня по многочисленным просьбам начинаем с вами курс таджвид с букв, так как знание таджвида, а непосредственно чтение курана очень важно для мусульман и хотелось бы маленькими такими уроками приблизить возможность чтения курана для тех кто до сих пор еще не научился сегодня у нас первый вступительный урок ознакомительный все уроки у нас будет длиться несколько минут то есть уроки будут короткими заданиями которые следует выполнять первое на что я хотела обратить внимание это на то что для того чтобы научиться писать на арабском вам необходимо будет карандаш и резинка это первое и тетрадь клетку или прописи если у вас такие есть если нету тут тетрадь в простую клетку вам подойдет обязательно клеточку они в линейку или тем более не в косую линию потому что клеточка вам будет помогать косая линия будет мешать ну прям если нету другой то можно взять такую в арабском языке строчка очень важно то есть чтобы писать ровно на строчке также наклон или вернее его отсутствие она тоже важно поэтому тетрадь клеточку вам очень в этом поможет карандаш его возможно стереть и вам будет легче писать на то есть карандаш он более мне по крайней мере больше нравится для этого если вы можете ручкой в принципе это не принципиально арабская вязь она пишется справа налево этим отличается от вязи от русского письменного написание букв но в отличие от такой мысли что арабский язык это какие-то иероглифы это все неправда в арабский язык есть определенное количество букв которых вы выучите научитесь читать и будьте прекрасны ними пользоваться также есть на строчные и подстрочные знаки которые помогут вам читать буквы как правило выражает именно согласные звуки на строчные и подстрочные помогают нам согласными звуками также у нас есть буквы которые пишутся только на строчкой или которые опускаются ниже строчки начинается выше строчки заканчивается ниже который соединяется с двух сторон или только с одной эти все моменты мы с вами говорим позже сегодня я хотела бы акцентировать внимание на трех знаках на строчных и подстрочных и это будет ваше задание их выучить как раз и зафиксировать то есть у нас есть три основных гласных которые мы на письме можем выразить с помощью огласовок это надстрочные знаки или подстрочные у нас есть огласовка которая называется фатха это короткий звук а когда мы видим над какой-либо буквой этот звук мы понимаем что после этого согласного мы читаем короткий а например у нас звук б передает буква б б плюс а б б как она пишется пишется в виде косой линии которые опять же пишем справа налево над буквой над буквой напишем если мы пишем такую же линию под буквой это будет косра и она уже передает звук и б б б пишем также наклонно только уже под буквой здесь должна быть какая-то букву пока звук очень лучше и 3 согласный это вернее 3 короткая гласная это бома который пишется тоже над буквой если у нас была быть здесь буква б значит мы читали бы как бу бу пишется виде такой маленькой запятой над буквой опять же пишем справа налево начиная с вот этого кружочка над буквой ваше задание будет прописать по несколько строчек эти огласовки запомнить их название фатха кесра лома и как они звучат фатха звук а кесра звук и и лома звук у а и у прописывайте озвучивайте и готовите тетрадь и ручку для следующего урока ассаляму алейкум варахматуллахи оба ракету